И добрый день, дамы и господа! На футбольной арене стадиона «Юность» спортсмены из Юхты и Крестовоздвиженки. Десятая минута второго тайма. Матч пока идет довольно сумбурно. Несмотря на все усилия футболистов, похоже, нынешним счетом 0-1 в пользу белых футболок все и ограничится. Ошибки спортсменов видны невооруженным глазом. Ворот не достигают даже удачные мячи. Это все нервы. Некоторые голы мне запускали, я нервничала. Получалось, и это. Но все-таки, как перенервничала и заняли мы пятое место, то еще нормально для нас. Но так все равно страшно на уротах стоять. Мячом еще приятного. Внимание, теперь на арене матч посерьезнее. За выход в полуфинал чемпионата и поездку в Уссурийск борются команды из поселка Широкого и города Свободного. Футболисты опытные, к чемпионату готовились. Играют на нем уже второй день. Видимо, подустали. Красивым такой футбол точно не назовешь. Тренерский состав, сейчас мы их видим, тоже не совсем доволен игрой подопечных. Вот Елена Гладкова, опытный тренер, недоумевает. Объявлен тайм-аут, она спешит раздать указания своим игрокам, советует вести себя жестче, не тушеваться перед противником. Я думаю, они несколько смущены статусом мероприятия. Вот насчет, насколько им приходится соревноваться, вот это первое соревнование. Обычно у нас в нашем округе, в Бурисском районе, мы играем только на спартакеаде областной, среди детских домов. И вот второй раз на это. Но областная спартакеада еще не была. Так что вот первая игра у нас такая серьезная получается. Второй тайм, десятая минута, 0-3, совсем не в пользу синих. Похоже, увещевания тренер могла оставить себе. Нервов на такой футбол не хватает даже у болельщиков. Для меня плохо. Они в куче стояли все, не выбегали. Надо было вперед идти, давить их. Что еще сказать? Возвращаемся на футбольную арену. Через пару минут здесь уже начнется награждение. В нем принимают участие игроки всех девяти команд. Кстати, лучшие из них получат призет организаторов. И так бороться в уссурийском полуфинале будут команды из Свободного и Паяркова. Поздравляем, ребят. Напоминаем, финал чемпионата пройдет уже в Сочи, в мае. Его победители смогут поехать в Лондон. Сложная система и уже совсем другой футбол. К нему Наталья Бернацкая, Александр Лисенюк и программа «Город» не будут иметь уже никакого отношения.